В своих последних видео Кристина нам рассказывала о том, как она ходила на интервью к каким-то старикам и как она на это интервью собиралась. Когда она собиралась на интервью, то вдруг гараж открылся, там дверь открылась, и приехал Степан. Кристину это очень раздосадовало, она говорит, вот, как только начинает делать видео, Степан прётся домой, его два часа не было. Ну, у меня вот такой возникает вопрос. Кристина, а почему тебя злит то, что Степан приехал к себе домой? У тебя же, как ты говоришь, в этом доме есть своя комната, так почему бы тебе не пойти в свою вот в эту комнату, закрыть дверь и делать там видео, делать макияж, делать всё, что тебе надо? И Степан тебя, конечно, не будет там волновать, потому что у тебя будет закрыта дверь. Почему ты это не делаешь? Ты же там живёшь. Потом она рассказывала, что старики, к которым она едет на интервью, имеют дурной характер. Похоже так, что сиделку Кристину, у которой дурная репутация, теперь берут на работу только старики с дурным характером. Короче, нашли друг друга. Кристина, которую никто на работу не берёт, и старики, с которыми никто не хочет работать. Потом Кристина в первом своём видео и во втором распиналась про свой английский. Типа, что как она поехала в Россию, и, боже ж ты мой, она забыла английский. Теперь он у неё стал плохим. И даже Ханя ей там сказала, Кристина, какой... Ну, у тебя английский стал хуже после того, как ты съездила в Россию. Типа, ты там на нём не разговаривала, и он у тебя прямо аж забылся. Это полнейший бред и чушь сочинение Кристины. Как человек, который знает английский очень хорошо, я могу сказать, что английский Кристины не стал хуже. Он как был плохим, так он плохим и остался. Он не изменился абсолютно. Её английский плохой. У них у всех у этих бандеролей плохой английский. Самый худший – это у брошки. А английский Кристины, он примерно такой же, как и русский Кассандра. Вот она говорит примерно так же. Ну, там, понимает она, но говорит так, как говорит Кассандра. Она не строит предложения. Она там, одно слово здесь, второе слово там. Это вот её английский. Она их также произносит, как Кассандра произносит русский. Он не изменился, он всегда был плохой. И она показала, как она якобы собирается его улучшить. И зачем-то нам показала. Там, ну, это, видно, домашнее задание Кассандры. Или какие-то упражнения, которые Кассандра в школе делает. Но это явно не какие-то не уроки английского, которые ей якобы Кассандра дала. Это Кассандры, там, домашнее задание или уроки из её школы. Ну, я посмотрела на это домашнее задание. Ещё раз порадовалась, что я не училась в американской школе ни в средней, ни в начальной. А я училась в русской школе, потому что вот это вот мы проходили в первом классе. А Кассандра уже в пятом. И они проходят два плюс два, четыре. И такие вот очень простые математические упражнения, которые, ну, вот в первом-втором классе мы проходили, это точно. Потом Кристина ещё на фотографии, вот если на неё посмотреть, то такое впечатление, что у неё опять какой-то фингал под глазом. Я не знаю, может, у неё такие фильтры стоят, что они ей делают какой-то под глазом, как будто это фингал. Но я надеюсь, что это нелюбимый ей опять поставил в очередном там запоре каком-то. Ну, кстати, про этого любимого. Кристина уже там вовсю начинает говорить, что она якобы там с мамой с его уже будет встречаться. Ну, она живёт у Хани, когда дочки там нет. Короче, она к этому Хани вернулась полностью фактически. Ну, потому что, а что ей делать-то, куда деваться? Ну, Кристина, ведь два месяца назад, ты помнится, когда у вас там произошла драка, и он тебя выпер, ты сидела и распиналась, типа, что тебе одно и хорошо, что ты там вся такая независимая, вся такая самостоятельная, и что Хани-то тебе не подходит, что он там такой выпивоха, и его привычки тебе не подходят. И вообще человек не меняется, и он тебе не нужен, и тебе лучше быть одной самостоятельной, и ты там даже на свиданиях с миллионерами ходила. Ну, что ж случилось-то? Чё ж ты к Хани-то обратно вернулась, а? Он же тебе не подходит. Ну, понятное дело, ты к нему вернулась, потому что у тебя положение безвыходное, без Хани ты бомжиха, тебе негде жить. А ты права, права в том, что Хани никогда не изменится. Это правда. Он никогда не будет таким, каким тебе хочется. То есть Хани, он всегда будет выпивающим, он всегда будет любить вот эти вот рестораны со всякой мерзкой жрачкой. Хани всегда будет жирным, с пузом, потому что ему не нравится спортзал. Ему приходится туда идти, потому что ты там настаиваешь, потому что нужно. Но на самом деле ему это не нравится, ему это нафиг не надо. Он всегда будет ездить вот в эти путешествия на своей машине, с ночёвкой в машине или в палатке, вот в эти близлежащие леса и овраги. И он всегда будет приходить домой, там, идти на сайты из всяких азиатских баб с определёнными услугами. Да, он не поменяется. Он такой есть и таким будет. Ему уже пятьдесят, сколько там, пять лет. Ну вот представь себе, вот это вот всё, вот всё, что он делает, это удовольствие в его жизни. Если забрать у него вот этих баб, вот эти рестораны, жирную жрачку, которую он очень любит, и отправить его, там, на йогу, путешествовать в Париж на несколько дней в дорогие гостиницы, у него наступит депрессия от такой жизни. То есть это не его жизнь. Его жизнь, вот это вот бабы, рестораны и водка, или вино, или текила, что он там пьёт. Он это никогда не бросит, потому что это удовольствие в его жизни. И ему это нравится. И тебе это приходится принимать как должное. Хоть тебе это не нравится. А ты это принимаешь, потому что ты зависима, тебе жить негде. У тебя нет роскоши прийти домой и сказать вот этому Хане, да иди ты нафиг, зачем мне нужен такой мужик, я буду сидеть и себе искать какого-то, который мне больше подходит по стилю жизни. Тебе приходится подстраиваться под его стиль жизни, под стиль жизни Степана, вот этого вот жадного, скряжного деда. Кстати, по поводу Степана. Тут меня спросили, как ты думаешь, почему Кристина опечалилась, что Степан хочет поехать в Курис на 26 дней и забрать с собой Кассандру? Как это так? Она опечалилась. Ну, здесь, может быть, ну, три варианта. Первый, она врет. Ну, Степан, какой Курис не собирается и забирать ему Кассандру тоже никуда не собирается. Она просто наврала, ей нужно что-то сочинять. Ей нужен контент для её канала, а у неё контента нет никакого, у неё нет ничего в жизни. Поэтому она там сочиняет. О, 26 дней Курис, да как же я буду без Кассандры? Да нет, я ему там не разрешила. Ну, второе, это, возможно, такое действительно имеет место быть, но Степан поедет в Курис, а квартирочку свою закроет. И Кристине вообще будет негде не кантоваться, не спать, не прийти туда. То есть она будет бомжиха стопроцентная. Когда приедет дочка Хани, ну, куда ей? Придётся там парковать машину где-то, ну, я даже не знаю, в каком-то там, в какой-то парковочной зоне, может быть, в Уолмарте, там вроде спят, и там спать с остальными бомжами. Поэтому, конечно, она будет против. Ну, и ещё один вариант, почему она будет против. Потому что она видит, что её дочка Кассандра, она потихонечку от неё отдаляется. И она боится, что если Кассандра поедет в Курис со Степаном, то они со Степаном ещё больше, скажем так, скарифанятся. Они уже как бы любят друг друга. Им нравится быть вместе, там время проводить вместе. Видно, что эта девочка любит своего отца Степана. А мама там, ну, так, пришла-ушла. Она, они не близки с Кассандрой, Кристина. Они такие вот, как получежие. Кассандра уже сейчас относится к Кристине с пассивной агрессией. Каким это образом проявляется? Проявляется тем, что она с ней не разговаривает. Она не выучила русский язык Кассандра, и она не разговаривает вот с этой матерью. Она отвечает ей там «да», «нет», «не знаю». То есть Кристина ей что-то говорит, а она молчит. Ну, это такая вот форма пассивной агрессии у неё сейчас. А ещё три года пройдёт, там уже эта пассивная агрессия перерастёт во всю. Полную, полномасштабную агрессию. То есть она может сказать своей маме «Давай-ка ты вали отсюда, ты мне больше не нужна». Что вполне возможно случится. Для Кристины Кассандра это билет в её безопасную старость, скажем так. Кристина надеется, что Кассандра будет там о ней заботиться. Она через Кассандру оттяпывает вот это жильё у Степана. Ей будет где жить на старости лет, что она не будет полнейшей бомжихой. И поэтому она боится уже сейчас, что Кассандра от неё отдаляется, отдаляется ей неинтересно с матерью. Если она поедет в круиз с папаней, то она тогда вообще от неё отдалится ещё быстрее. Поэтому она против подобного круиза на 26 дней, возможно, если этот круиз, конечно, имеет место быть. Редактор субтитров А.Семкин